Приветствую вас. Давайте будем разбираться с тем, что вы написали. Во-первых, если у женщины, как вы говорите, была влюбленность, то есть это даже не любовь была, как таковая, а именно влюбленность это была, то она могла исчезнуть, ну, или пройти, да, сойти на нет сама по себе, потому что это влюбленность, понимаете, это не любовь, это, ну, по сути дела, по сути дела, да, это временное чувство, которое может проявиться, а может и не проявиться вообще. Понимаете, какой момент. Поэтому начать нужно именно с того, что сказать, что если у женщины была именно влюбленность, как, ну, вот как таковая, да, влюбленность, то совершенно не обязательно, что эта влюбленность вообще как-то вот обязательно, ну, будет с вами длительное, долгое время. То есть влюбленность это чувство такое, оно проходит, оно уходит и как бы оно меняется в общем. Вот. То есть влюбленность это не любовь. Вот. Надеюсь, что это вы постараетесь понять для себя. Для себя и для, как бы это сказать, для дальнейшего, так сказать, правильного восприятия ситуации. Да, чтобы у вас не было каких-то необраданных надежд и ожиданий чрезвычайных. Вот. Дальше. Дальше. Насчет. А потом из-за поведения человека наступило разочарование. Ну, смотрите. Здесь момент какой? Вот именно важный момент здесь какой? Важный момент здесь в том, почему наступило разочарование вообще? То есть она, например, эта женщина, ну, допустим, отказывалась принимать вас, да, отказалась принимать вас другим, потому что, ну, ей было нужно, там, например, что-то определённое, да, только вот что-то, ну, что-то такое конкретное только. Вот. Ей было нужно вот что-то конкретное, она этого, в принципе, как бы, ну, хотела, да, она этого хотела, она к этому стремилась. Вот. И, соответственно, вы ей этого не дали. Она понимала, что вы ей этого дать не можете и, соответственно, разочаровала. Вот. А нормально ли это? Ну, вот, ну, вообще, само по себе нормально ли это? Ответ, в принципе, да. Это нормально. То есть само по себе это вполне нормальное поведение. вполне нормальное, потому что, ну, действительно, люди, они в процессе взаимодействия друг с другом могут узнавать о себе что-то новое, могут раскрываться, ну, по-разному как-то, да. Вот. И, соответственно, им может это нравиться, а может и не нравится. Вот. И, как бы, и та, и другая реакция нормальная абсолютно и совершенно, ну, не означает, что вы, например, там, допустим, какой-то не такой, какой-то плохой и так далее. Да, вот. То есть это, на мой взгляд, нужно обязательно, ну, тоже постараться, постараться это понять. Потому что очень важный момент это, да, что разочарование, оно нормальное, оно может быть, оно естественное. Как бы, люди друг друга, люди сближаются, узнают друг друга и, соответственно, уже появляются какие-то представления об этих, ну, о человеке. Вот. Значит, дальше. Значит, поведение было с заботой, да, из-за поведения человека наступило разочарование. Поведение было с заботой, но она хотела жесткостью. Может быть, где-то твердости в характере. Здесь ситуация немного не ясна на самом деле. Почему? Дело в том, что вы, значит, говорите о том, что она не была довольна вашим, значит, ну, как вы сказали, поведением, поведением. Да, она была не довольна вашим поведением. Вопрос, было ли это ваше поведение естественным? Потому что, если поведение было естественным, именно вот для вас, если ваше поведение было естественным, то ее разочарование тоже естественно и следствие как бы того, что вы друг другу не подходите, и это, в общем и целом, опять же, нормально и естественно. То есть, естественно, что вы можете, там, ну, друг другу не подходить, да, это нормально. Вот. Если ваше поведение было неестественным, да, если ваше поведение было неестественным, в принципе, было неестественным, то тогда можно говорить о том, что девушка получила о вас некую такую ложную, ошибочную информацию, которая не соответствует действительности, которая не является, значит, ну, правдивой, вот. И, соответственно, ее разочарование, оно тоже неестественное. И вот здесь, здесь момент в том, чтобы вы, именно вы, сами для себя постарались бы определить, так естественными вы были или нет. Потому что, если вы были естественными, то то, что между вами случилось, то, что между вами произошло, да, это, ну, целиком и полностью нормально. И если вы хотите вернуть ее чувства, то я боюсь, что вам придется как-то вот себя ломать, вам придется как-то, значит, менять довольно, ну, достаточно сильно. Это тоже будет либо не вы, либо вы, но очень тяжело вам это будет даваться. В общем, в общем, да. А дальше, дальше. Вы говорите, что она хотела жесткости, может быть, где-то, трудности в характере. Ваши трудности и вашей жесткости хотел человек, да? Тогда все. Тогда вы говорите, что поддались на ее манипуляции, на повелись на ее манипуляции. Здесь не очень понятно. То есть, если вы повелись на ее манипуляции, как вы говорите, да, если вы действительно повелись на ее манипуляции, то, как бы, если вы ей дали то, что она хотела, например, то, что ей, допустим, было нужно, то ей, получается, не понравилось то, что вы ей дали. Ну, вот как это вытекает из того, что вы пишете, да? То есть, она хотела твердости, вы ей эту твердость дали, и в итоге что? В итоге получилось то, что она от вас ушла. Согласитесь, ну, это что-то не то здесь. То есть, как-то, ну, непонятно, на самом деле. Это первое. Второе. Как она могла быть в вас влюблена? Как она могла быть в вас вообще влюблена, если вы изначально не соответствовали ее требованиям? То есть, ну, не были достаточно тверды, жестки и так далее. Знаете, какая штука? То есть, на мой взгляд, на мой взгляд, здесь тоже есть, ну, какая-то не яд. То есть, она влюбилась в того разу. Почему? Потому что, ну, вы же, вы же, наверное, ей что-то, там, я не знаю, я не знаю, что-то, наверное, ей давали, вы же ей, ну, как бы, что-то дали, правильно? Вы же ей, вы же ей понравились, ну, чем-то, да, получается? Так и вопрос тогда. А насколько было, ну, актуально, насколько было актуально, что вы ей понравились? Понимаете? Понимаете? Насколько это было, это было актуально именно для нее? Ну, понимаете? Какая штука. Потому что, ну, не очень понятно, еще раз говорю. Вот далее. Если вы, как говорите, повелись на ее манипуляции, то получается, что вы, как бы, признаете тот факт, что она вами манипулировала. Если она вами манипулировала, да, если она, ну, действительно на вас как-то давила, да, и, в общем, вы повелись на ее, вот, манипуляции. То зачем тогда вам с ней, ну, быть вместе? Почему вы хотите вернуть ее чувства, если она вами манипулировала? Она же манипуляция. Зачем она вам тогда, вот. Согласитесь, ну, в некоторой степени это странно. То есть вы, как бы, говорите, верните, верните мне, да, верните мне моего манипулятора. Вот. Ну, не говорю вопрос тогда, а зачем вам это нужно? Для чего вам возвращать манипулятор? Какая у вас именно потребность в этом, ну, вот в том, чтобы вами манипулировали? Понимаете, какая штука получается? Интересно. Далее, значит, я поддался, так, повелся на ее манипуляцию, в итоге сказал, что не любит. А зачем повелись? Для чего повелись? Что вами двигало? Опять же, мотивы какие у вас были? Далее, в итоге сказала, что не любит. Ну, если у нее была влюбленность, то это нормально, что она вам сказала, что не любит. Потому что, как бы, по-другому быть и не могло вообще-то. Ну, потому что это была влюбленность, понимаете? Вот. Это была именно влюбленность. Это не было любовью к вам. А влюбленность это, как бы, сами понимаете, чувство, которое может быть, а может и, собственно, пройти. Вот. Другое дело, как бы, ну, допускаете ли вы это сами для себя или нет. И если нет, то почему? Вот. Далее. У нее есть общение с другим мужчиной, но там все не так гладко. Ну, откуда вы знаете, что не так гладко? Во-первых. То есть, откуда вы знаете, кто вам это сказал, что там все гладко у нее? Вот. Не является ли это вашими желаниями какими-то, да? То есть, ну, не выдаёте ли вы желаемое за действительное, да? Я знаю, тут тоже такой достаточно важный момент. Потому что если вам хочется, например, чтобы у нее было не все гладко с другим мужчиной, то вас понять можно. Но, опять же, опять же, другой вопрос в том, что это не имеет ничего общего с действительностью, понимаете? И вот здесь вы можете испытать достаточно серьезное разочарование, вот. Соответственно, если вы этого не хотите, то лучше будет, если вы все-таки будете смотреть на вещи, ну, более здраво, да? Вот. А дальше вы спрашиваете, вы говорите, вопрос, из вашей практики могут ли вернуться чувства? Нет, ну, если вы о себе, если вы ничего не будете для этого делать, то чувства, конечно, не вернутся. Как бы, а зачем, зачем, как бы, ей возвращаться к вам, да, если она поняла, ну, вот, просто поняла, да, какой вы человек, вот. И все, как бы, вот. То есть, для чего ей возвращаться к вам? Знаете, в чем дело? Так что я думаю, вам нужно что-то делать, если вы хотите, чтобы у нее вернулись чувства. Обязательно ли, ну, обязательно, обязательно ли напоминать о себе? Ну да. Обязательно. Обязательно, значит, обязательно напоминать о себе, да. периодически, периодически, периодически напоминать о себе, ну, это как бы безусловно, наоборот, в том как, понимаете, как вы будете о себе напоминать, вот в чем штука, знаете, вот, то есть, если вы, например, будете показывать ей, что вы изменили, да, действительно изменили, если вы будете показывать ей, что у вас появились те качества, которые ей нужны были, да, вот, и если эти качества, как бы, ну, адекватные, да, то ее чувства к вам действительно могут вернуться, но определенные перемены в вашем поведении, определенные перемены должны быть не для, не для нее, потому что у нее могут чувства вернуться, а могут и не вернуться, и если вы будете делать это для нее, а не для себя, не потому что вы посчитаете, что это, ну, действительно важно именно для вас, да, ого, то будет некая зависимость, и зависимость, она вам будет на самом деле только вредить, вот, вот, поэтому этот момент вам обязательно нужно учесть, если вы хотите, чтобы у вас, ну, чтобы отношения между вами складывались все-таки, ну, скажем так, в позитивном ключе, чтобы вы не были зависимым от нее, от этой женщины, как бы, вот. Дальше, значит, интернет говорит о том, что женщины достаточно менее сентиментальны и обливают связи навсегда. Нет, я не знаю, если честно, где вы и что читали, и зачем, вот, потому что, как бы, ну, непонятно, если вы что-то читаете, да, в интернете, то зачем, ну, тогда, соответственно, обращайтесь к психологам, да, для чего вы тогда это делаете, вот, если, в принципе, вы уже, ну, как бы, все знаете, вы уже совсем знакомы и так далее. То есть, для меня этот момент остается загадкой в данном случае, вот, но женщины, они не то, чтобы менее сентиментальны. Женщины менее, более практичны, скажем так. Женщина более практична. И именно потому, что женщина более практична, она иногда совершает такие поступки, которые, ну, могут мужчине показаться, ну, например, там, знаете, какими-нибудь бездушными, да, и так далее, вот. Ну, а на самом деле, женщина, она стремится, как правило, к, только, только к своей стабильности, только к своим каким-то желаниям, да, к тому, чтобы чувствовать себя защищенной. И, в принципе, на этом можно сказать, что и все, вот. Если вы ей дадите это почувствовать, если вы ей дадите как-то это ощутить, то очень может быть, что она к вам вернется, вот. Но, опять же, опять же, опять же, не нужно забывать о том, что все это необязательно, да, то это не факт. Не факт, что это будет именно. Не факт, что она вернется к вам. Даже если вы будете делать все вот это вот, то, что делает. Далее, последний момент. Дело в том, что по вашему тексту у меня возникло такое ощущение, что вы от нее зависимы через чур. То есть у вас есть в ней нужда. То есть человек вроде бы вам и манипулировал, да, вроде бы вас как-то и оскорблял, вот, и прочее, прочее. А вы все равно пытаетесь его вернуть, вот. Ну и, собственно, к вам вопрос у меня. Зачем? Зачем? Зачем вы пытаетесь вернуть человека, который, в общем-то, вас, ну, не должен бы ни во что не искать, но, который вами манипулирует? Зачем вам это нужно? Почему вы не живете дальше, как бы? Почему вы не двигаетесь вперед по жизни? Что вам мешает ее отпустить? Ну, вот человек просто-напросто не ваш, да? Человек просто-напросто, там, ну, грубо говоря, он не подошел. Бывает такое? Ну, бывает, в принципе, вполне бывает, вот. Но вы почему-то дальше не двигаетесь. Знаете, в чем дело? Вы не двигаетесь дальше. Как бы зависли вот на ней. И вот, собственно, вам вопрос. Для чего она вам нужна? Подчеркивает ли она вас? Дает ли она вам что-то, что, ну, вот, что-то, чего вы хотите? И так далее. Если да, то что дает? Для чего она вам нужна? Понимаете, нужно в этом разобраться, чтобы вы не были от нее зависимыми. Ибо до тех пор, пока вы, Михаил, от нее зависимы, отношения между вами, ага, отношения между вами будут весьма-весьма тяжелыми. Даже если вы вновь там сойдетесь. Даже если вы вновь сойдетесь. Понимаете? Потому что женщины любят, когда мужчина, ну, скажем так, более независимый. Да? Да? Женщины любят, когда мужчина более настоятельный. Вот. А у вас ситуация какая? То вы прямо в ней нуждаетесь. А она вам уже показала, что ей не нравится, когда мужчина нуждается в ней. Поэтому необходимо проработать вашу потребность, почему вы хотите быть с ней, и почему вам так необходимо быть с ней. Вот. И уже потом, после этой, значит, после этой проработки, вы будете лучше понимать, что вам нужно, будете лучше удовлетворять свои потребности и будете менее зависимым. Что и позволит вам выступать более конкурентно способным по сравнению с другим, ну, отношению к другим мужчинам и более ценным быть для нее. Ну, это вопрос вашего личностного роста и развития, в первую очередь. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.